Для мировых нефтегигантов прошлый год, несмотря на потрясения, из-за войны в Украине и последствия пандемии катастрофой не стал. После вторжения России в Украину они оказались только в выигрыше от резкого взлета цен на топливо. Прибыли достигли рекордных показателей. ExxonMobil, например, заработала 56 миллиардов долларов в прошлом году. Это самый высокий показатель за всю историю компании. Прибыль британской компании Shell составила 40 миллиардов. Ненамного отстал и американский концерн Chevron, чьи рекордные 35 миллиардов вдвое превысили показатели 2021 года. Высокие доходы нефтяных концернов объясняются и сокращением инвестиций, которые наблюдались в последние годы. Объём инвестиций транснациональных нефтегазовых компаний, согласно результатам исследований, упал до исторического минимума и составил 6% от доходов в 2020-2021 годах. При этом львиная доля и без того небольших инвестиций идёт на ископаемые виды топлива. Тогда как на проекты по возобновляемой энергии выделяется лишь малая часть. Так что такое соотношение нужно менять, признают и в самой отрасли. Ситуация должна улучшиться. Конечно, нужны большие инвестиции в возобновляемую энергию. Их недостаточно, но говоря о Европе, могу лишь повторить, что всё ещё крайне сложно. Многие проекты вынуждены останавливаются из-за отсутствия чётких, ясных и применимых на практике правил. Некоторые страны начинают вводить налог на прибыль, чтобы помешать корпорациям чрезмерно обогащаться за счёт энергетического кризиса. И если бы часть этих миллиардов была реинвестирована в возобновляемые источники энергии, это могло бы способствовать активизации усилий по защите климата. Продолжение следует...